Здравствуйте, уважаемые зрители! На канале Автоплюс начинается наша обычная ежедневная программа «Попутчик». Сегодня веду ее я, Артем Рудаков, и сегодня мы поговорим о том, чем мы можем гордиться. Так было всегда принято, что все титулованные персоны, все люди, которые заставляют замирать сердца своих поклонников по всему миру, люди из спорта моторного, не только автомобильного, но и всех других видов моторного спорта, как правило, это люди-граждане других стран. И так случилось, что не так уж много вещей, которыми мы можем гордиться. Сегодня у нас в гостях два человека, которым мы, безусловно, можем гордиться. Это Виктор Чмаль и Сергей Рахманин. Это пилоты. Пилоты, ну, мы поговорим сегодня о том, чем они занимаются. Так получилось, действительно, что у нас в стране не так много вещей. Это хоккей. В общем, хоккейная команда наша выходит, когда на лед. В общем, ну, сердца болельщиков замирает, потому что мы рассчитываем на какой-то результат. Мы рассчитываем за то, что битва будет серьезная. Ну, и если как бы... Ну, конечно, рассчитываем на победу. Во всяком случае, уверены в том, что стыдно нам не будет. Есть еще несколько дисциплин, в которых мы также сильны. Но пока это все, как бы, ну, можно пересчитать на пальцах одной руки, даже если там не все пальцы присутствуют. Перед тем, как начать говорить о том, чем занимаетесь вы, я бы хотел сказать, что после Нового года, сразу после Нового года начинается еще одно событие, которым мы тоже можем гордиться. Это Дакар. Ежедневный марафон, который подвергает, в общем, испытанию не только автомобилей, но и характер и силу воли гонщиков, пилотов, штурманов, всех участников команды. Это непрекращающийся серьезный такой марафон, серьезные испытания для всех участников этой команды. Люди, это машины или что бы то ни было. В этом марафоне мы тоже представлены очень хорошо. И команда, которая будет защищать там, как бы, флаг России, если так можно сказать, это команда КАМАЗ-мастер. Представители этой команды вы неоднократно видели у нас в эфире. Мы говорили о подготовке, о том, как все это будет, о том, как готовятся команды предстоящей гонки и на что в этом году она собирается рассчитывать. Как вы знаете, произошли серьезные изменения с самими автомобилями по сравнению с прошлым годом. В этом году настройки немножко сметились в пользу человеколюбия. Это такое, в общем, редкое для нашей страны событие. Машины настроены теперь не только, не столько или не только на победу, но и на то, чтобы люди, которые сидят в этих машинах, испытывали более комфортные условия. Но перед тем, как начать наш разговор, мы сейчас посмотрим сюжет нашего корреспондента о том, как проходила подготовка, ну и о том, на что, в общем, мы можем рассчитывать. Мы, как все россияне, можем рассчитывать по итогам этого Дакара, Дакара 2008 года. Итак, если я правильно понимаю, у нас сюжет уже готов и смотрим сюжет. Страна провожает своих героев. Откуда еще, как не с Красной площади? Команда «Камазмастер» отправляется в Дакар на самую опасную гонку в мире. Прямо отсюда, от стен Кремля, через несколько минут караван из шести 900-сильных спортивных грузовиков поедет в Лиссабон. Впереди 10 тысяч километров пути, собственно, до Лиссабона, а потом еще 10 тысяч – сам марафон. Теплые проводы в Африку на Васильевском спуске. Зрители буквально наступают друг другу на ноги в надежде взять автограф у наших, мировых звезд автоспорта. На этом юбилейном Дакаре телеканал «Автоплюс» будет одним из спонсоров команды. Надеемся, что это принесет нашим «Камазовцам» удачи. А хорошая наклейка, как известно, еще и прибавляет мощности автомобилю. Под звуки военного марша семикратные победители Дакара снова готовятся уйти в бой. Вся тяжелая артиллерия класса Т-4 – это новая разработка Камского завода. Регламент марафона изменился настолько, что все команды собрали абсолютно новые боевые грузовики. За год изготовлены практически новые машины, как по содержанию, так и по конструкции. Вся команда проходила хорошую физическую подготовку. И мы уверены, что в этом году успех и удача должны нам улыбнуться. А вам огромное спасибо за то, что пришли на площадь проводить наших ребят в дорогу. У Дакара юбилей. Это будет 30-й марафон. Организаторы приготовили много сюрпризов. Говорят, трасса будет самой сложной за все годы. Измененный маршрут, удлиненные спецучастки. Те же, в общем-то, странные. Марокко, Мавритания, Мали, Сенегал. Обладатель золота пяти Дакаров Владимир Чагин перед стартом говорит себе всегда одни и те же слова. Спокойствие. Только спокойствие. Если чуть-чуть только перенервничать или стараться опередить события, ехать быстрее, то вот тут начинаются ошибки, поломки, всякие перевороты и аварии. Нужно иметь железную выдержку. Ноу-хау дакаровских организаторов – ограничение подымности для грузовиков. Черноту выхлопа будут мерить на глаз, по фотографиям. Если судья сочтет, что кто-то слишком сильно дымит, на команду наложат большие штрафы. Для человека с фотоаппаратом камазовцы приготовили свой сюрприз. Поставили очистные агрегаты и спрятали трубы. Во-первых, когда идет проверка, то машина фотографируется в том виде, в каком она есть. И на фоне голубого сахарского неба очень хорошо видно, какой дым выходит с вертикальных труб. Во-вторых, мы установили очистители дыма по две штуки на каждый автомобиль. У нас два выхлопа на машине. Весом каждый 72 килограмма, а с учетом мест крепления – то 80. Прозвучала команда по машинам, и российский команд отправился на 17-й дакаровский старт. И снова надеются на победу. А нам, зрителям и болельщикам, остается только скрестить пальцы, постучать по дереву и крикнуть след «Русские идут». Ну, о всех перипетиях этой борьбы мы будем следить сразу же после Нового года. А пока вернемся, если перефразировать эту фразу, с земли на небеса к тому, что происходит там. Я сейчас читаю, что здесь написано в плане регалий. Дочитать их можно, по-моему, до конца эфира. Что у Виктора, что у Сергея достаточно наград, достаточно титулов и достаточно завоеваний. Из тех, что были до нашей программы. И теперь такие гонки, как Red Bull Air Race. Вы люди не новые совершенно, не новички в авиационном спорте. И хотелось бы узнать, что это для вас такое. Вот Red Bull Air Race – это авиационный слалом. Чем он отличается от привычных авиационных соревнований? Кому удобнее отвечать на этот вопрос? Я думаю, что лучше ответить Сергею. Сергей – участник 2007 года. Он прошел все этапы. Я участвовал только один раз в этапе Будапеште в 2003 году. Но думаю, Сережа может больше рассказать о всех новых правилах, новых тенденциях в развитии этого авиационного спорта. Думаю, так. Философия другая абсолютно по сравнению с высшим пилотажем. Пилотаж – это полет на качество. Я не буду перевивать, я сначала высушу, и потом спрашиваю, что я не знаю. Гонка – это полет на время. Соответственно, абсолютно разный подход. Технически сложнее летать на гонке, потому что очень низко. Низко и летать надо, как говорится, от души. Тянуть достаточно высокие перегрузки, достигать их. И всегда это связано с необходимостью хорошо контролировать самолет. Если я не ошибаюсь, перегрузки там доходят до 10G, да? Да, с каждого полета, в принципе, 10G – это нормальное явление. Даже если брать в расчет «Формулы-1», достаточно молодой такой спорт, там перегрузки практически в два раза меньше. И то это считается молодой спорт. То есть спортсмены постарше, они уже не выдерживают конкуренции с более молодыми. Здесь спорт все-таки не такой молодой по возрасту. И тот, кто завоевал золото в прошлом году, по-моему, 52 года ему, если я не путаю. То есть это такой зрелый возраст достаточно. Я не хочу сказать, что вам в вашем возрасте, там, это, боже упаси, я сам не такой уж и мальчик. Но, тем не менее, как можно выносить такие перегрузки, и это не разовые вещи, а это вот система такая, в этом нужно жить. Также, если, опять же, попробовать, если я не ошибаюсь, то никаких костюмов от перегрузок вы не носите. Ну, начинается применение костюмов уже. Начинается. Ну, по поводу перегрузок первые, они разные. На формуле перегрузки действуют вот в этом направлении, а на гонке перегрузки действуют в этом направлении. Разница не только в направлении, на самом деле, а разница в том, что боковая перегрузка никогда не вырубит пилота. То есть он не потеряет сознание. То есть ему будет тяжело держать голову. Он изматывается, конечно, но, тем не менее, это не совсем так. Она не действует на то, чтобы полет пошел, скажем так, вошел в небезопасную сторону. Суть в том, что кровь отливает от головы, а голова без крови перестает работать. Отказывается, что зрение... Смотришь по сторонам, мне кажется, у многих из крови она не очень хорошо работает. Поэтому, конечно, без крови – это совсем катастрофическая ситуация. Насколько я понимаю, это те же принципы, которые и у летчиков, и у истребителей, и у всех. Это контроль постоянный за здоровьем. Если не путаю ничего, то раньше, во всяком случае, была такая ситуация, что летчик-истребитель, который терял сознание, где бы это ни было, в гражданской жизни, он списывается с полетов, потому что непонятно, чем вызвана была кратковременная потеря сознания. Зато очень понятно, к чему может привести потеря сознания в полете. Это машины бесконтрольные. Если мы говорим про летчиков-истребителей, это все-таки война. На войне свои законы и свои представления о жертвах. То здесь это мирная жизнь, и полеты проходят очень низко над землей. Я думаю, что чуть позже мы посмотрим видео из того, что из себя представляет Red Bull. Потому что, я думаю, что многим зрителям, но не то, что многим, есть зрители, у которых до сих пор вызывают вопрос, о чем же мы сейчас говорим, что это такое, как это происходит. Ну, вот есть у нас видео того, что происходит. Я предпочел бы помолчать. Прокомментируйте, что у нас сейчас происходит здесь. Ну, это обычная гонка. Это, по-моему, было в Стамбуле, если не ошибаюсь. По картинке. Ну, тут даже не так важно, где это. Я просто смотрю, что здесь совершенно не расслабляющая ситуация. Здесь какие-то преграды, между которыми нужно пролетать на большой скорости. И это не то, чтобы какая-то просто бутафорская вещь. То есть, вот я сейчас смотрю, я не буду врать, я никогда не пилотировал самолет. Но то, что я вижу, ну, это практически не человеческие усилия. То есть, надо пролететь между этими пилонами, низко над землей и на достаточно большой скорости. Ну, скорость, на самом деле, здесь до 400 км в час. Перегрузки, рабочие перегрузки, это 9,8. Бывает, что максимальные перегрузки допускали, как Майк Мэнголт, он допустил один раз даже 14. То есть, это очень большая перегрузка. Вот. И чем, что вот действительно на высоте 10 метров для пилота очень много информации надо перерабатывать и за очень короткое время. Очень короткое время. Потому что весь полет длится всего-навсего 2 минуты. Если вы заметили вот на экране, насколько дыхание такое очень сильное, то есть, устает человек. Это вот действие перегрузки, на самом деле. То есть, у человека учащается сердцебиение, дыхание учащается. Вот. И хотел бы что еще сказать, что пилот, вот информацию, какую он воспринимает, он должен определять постоянно высоту, он должен постоянно помнить прохождение всех этих ворот в очередности. Следующее, значит, следить за работой двигателя, следить за скоростью, ну, естественно, вот высота. Еще масса-масса много. Еще ветер есть. Да, масса-много чего есть. Пытаться выполнять тот план, который он наметил. Еще вот. Ну, в этом плане следить за работой двигателя, мне кажется, техника здесь должна быть вне всяких как бы подозрений и нареканий. Есть не так много самолетов, которые представлены. И, во всяком случае, насколько я понимаю, Сергей, вы летаете на Edge 540. Кроме этого, еще есть Extra 30S, Extra 300SR и MX-2. Что это за самолеты и почему вы выбрали тот, на котором вы сейчас выступаете? Ну, выбор был ограничен, скажем, предложением. Не так много было, из чего выбирать. Ну, вот четыре, во всяком случае, то, что я назвал. Я не мог выбрать, допустим, MX. Был выбор между Extra и Edge. Я хотел летать на Edge, и летал на Edge. Потому что, ну, самолет немножко побыстрее, на самом деле, чем Extra. Сейчас, правда, в этом году, уже в середине года, появилась новая Extra с несимметричным профилем крыла. И она имеет определенное преимущество на больших разворотах. Я имею в виду, когда там по 270 градусам. Мне сейчас проще, мне не нужно изображать специалиста. По авиационным словам, поэтому я бы позволю себе вопрос, что такое несимметричный профиль крыла, и чем отличается, что это дает пилоту? Ну, я могу привести аналогию. Вот в гонках существует три класса. Передняя приводная машина, задняя приводная, полноприводная. Вот асимметричное крыло, это полноприводная. Это как полный привод. Это лучшая управляемость, если так говорить. То есть, оно крыло более сильное. За счет профиля крыло более сильное. Вы можете закрепить более крутые виражи, вы держите больше контроля. Больше контроля над самолетом. Понятно. Но вы сейчас довольны тем, на чем вы летаете. Я доволен, да. Вопрос в том, ну, авиаспорт, автомобильный спорт, я думаю, что тут гораздо больше общего, ну, за исключением того, как проходят гонки. Это двухмерная плоскость, это практически, ну, как бы, без ограничений. Какие-то специальные действия с самолетом, какой-то тюнинг, подготовка его к этим соревнованиям проходят или нет? Да, обязательно. Потому что эти самолеты, на которых проходят гонки, они не были сконструированы для гонок. Эти самолеты были сконструированы для высшего пилотажа категории Unlimited. И я могу сказать, что в высшем пилотаже не нужна высокая скорость. Поэтому есть определенные резервы у самолета. Если что-то улучшит, аэродинамику, допустим, то самолет полетит быстрее. И пилоты, естественно, пытаются это делать самостоятельно. У меня такой возможности не было, потому что я получил самолет буквально перед сезоном и летал на фактически серийном самолете. Так быстро не летел. Понятно. Здесь все-таки скорость имеет большое значение. Как по регламенту, что здесь оценивается в этих соревнованиях? Оценивается время прохождения трассы. При соблюдении всех прохождений ворот и начисляются, соответственно, штрафные очки за что-то. За нарушение порядка прохождения или за некачественное прохождение? За нарушение трассы, допустим, да, вот как бы очередность ворот, дисквалификация вообще. Это ноль за упражнение. Ну, то есть все, вышло из соревнования. За касание пилона 10 секунд. Касание пилона не приводит к аварии? К аварии пилона приводит, правильно? Нет, не к аварии пилона, а к аварии самолеты. Мы понимаем, что это достаточно, выглядит, во всяком случае, это достаточно безопасно. Если я позволю, небольшое лирическое отступление. Это по аналогии с автомобильным спортом. Что происходит сейчас и что происходило, например, в 50-е годы. В 50-е годы гонщики, пилоты разных классов совершенно, это были такие, ну, скажем, боги, живущие на земле. Потому что риск, опасность, которую мы себе подвергали ежедневно. Ну, и, в общем, это опасность реальная. У нас на канале сериал «Моторспорт от А до Зет». И там как бы сообщено, как бы рассказ пилотов о том, что было. Вот они говорят, друзья, партнеры. Этот вот на этой гонке погиб, тот на той гонке погиб. То есть это такая, как бы, действительно, практически как война. То есть риск сумасшедший. И то, что я сейчас смотрю здесь, мне в голову не приходят способы сделать этот вид спорта более безопасным. Как? То есть это достаточно рискованный вид спорта. Потому что расстояние до земли очень маленькие, скорости сумасшедшие. И сложность исполнения вот этих вот трюков, которые вы исполняете, ну, достаточно высокая. Как при всем при этом сохранить полное самообладание, так, чтобы самолет постоянно находился под контролем, и чтобы вся обстановка, вся ситуация тоже была под контролем. Ну, для меня это, конечно, один такой громадный вопрос, на который я даже не знаю, какие ответы можно дать. Как вот по опасности сами выяснить? Что касается риска, то на зеленый свет дорогу переходить опасно. Вот. Может все-то случиться, правильно? Ну, логику, ход ваших мыслей я понимаю. Не стоит страховаться от каких-то вещей. Если что-то суждено, то суждено. Ну, согласитесь, зеленый цвет, красный и зеленый достаточно просто соблюдать это правило. Вот у нас еще одна картинка о том, что происходит. Как бы полициям людей понятно, что перегрузки действительно запредельные. И вот то, что сейчас пролетали через скалу, ну, здесь, я думаю, касание самолета с этой скалы приведет все-таки не к аварии скалы. Это будет достаточно... Это не пилон. Да, это не пилон. Это гораздо жестче. Я попросил бы вас просто рассказывать, что там происходит. Действительно, здесь идеальная ситуация. Абсолютно не стыдно, что я не знаю, потому что это такой, это отдельный мир. Это вот показывают фрагменты из Кубка Гран-при. Кубок Гран-при немножко отличается, ну, немножко, совсем отличается от тех гонок, которые участвуют в Сергея Рэдбул. Здесь, значит, выполняются фигуры высшего пилотажа под музыку, с дымами, то есть элемент такого шоу. Пилот сам слышит музыку эту? Естественно. И пилот слышит музыку, и слышит, значит, и зрителям дается, и картинка дается, что делает пилот в кабине для зрителей. То есть ставится видеокамера, передается на землю, на большие экраны. На самом деле очень интересный этот вид спорта. И чем он интересен, это возможности пилота и самолета. Все, что может пилот, он может здесь как бы воплотить в жизнь. То есть насколько его фантазия. Нет каких-то ограничений по фигурам, какие-то классика должны выполняться. Какие-то вращения, скажем, если в классическом пилотаже, ты должен строго выполнить. Если вращение на 360 градусов, ты должен на 360 сделать градусов. Здесь вращение. Самое главное, чтобы музыка, то есть и музыка, и полет совпадали. Ну, понятно. Это все-таки такой воздушный танец. Воздушный танец, да. Но это из области фристайла. То есть это не гонки. Это не гонки. Сергей, вот вы дебютировали, получается, в прошлом году в этих гонках, до этого выступая в других дисциплинах и добились там достаточно серьезных успехов. Почему вы приняли решение пойти именно в Red Bull Air Race? Что это для вас, вот как бы, тот переход туда? Ну, меня пригласили. Я подумал, сначала сказал нет, потому что это было два года назад. Пригласили на сборную. Я был занят и отказался. Потом второй раз пригласили. Я подумал, что надо было съесть посмотреть. Что это такое вообще? Принял приглашение потом участвовать. Уровень пилотов, которые допускаются гонками в Red Bull Air Race, это, в общем, действительно, как жена Цезаря, без подозрений, без сомнений в их компетентности. Я так понимаю, что до недавнего времени было всего 11 пилотов, которые выступали. Сейчас 14 пилотов. В числе которых и вы. В числе тех трех пилотов, которые добавили. Как проходит вот этот отборочный этап и на что он больше похож? То есть, организаторы, глядя на компетентность пилота, принимают решение. Годен он для участия в Red Bull Air Race или нет? Или как это все? Ну, определяется по многим критериям, по многим параметрам. Смотрят на предыдущие заслуги человека, высшем пилотаже. Потому что это в правилах написано, что может участвовать человек, который участвовал, как минимум участвовал в чемпионате по высшему пилотажу категории Unlimited. Это самая верхняя категория. Приглашают, смотрят, как летает. Как быстро осваивается. Насколько коммуникабелен и так далее. То есть, там не оценивается сильно время, за которое ты летаешь. Потому что летали на разных самолетах, которые, может быть, даже не конкурентоспособны друг с другом. Ну и потом делается отбор. Я приехал, было, по-моему, 6 человек. Троих отобрали. Трех не отобрали, если не секрет, по каким причинам? Не знаю, я не интересовался. Это такая закрытая информация, то есть, вам ее не сообщают. Точно так же, как пилот, который не прошел, ему говорят, почему нет. Или просто нет, до свидания. Не знаю, я после этого пилотов этих не видел. Я их не знал. Их убивают, наверное, сразу же, чтобы не открывали никаких тайм. Я их не знал до того. Виктор, вот к вам вопрос. Вы тоже проходили все эти отборочные этапы, да? И к вам тоже приглядывались с подозрением организаторы. Насколько это тяжелое занятие? Или ты просто как бы летаешь и показываешь то, что ты можешь? Или не совсем так? У меня опыт был, мы сразу пошли на участие в Red Bull, это в Будапеште было, да? Без предварительных каких-то отборочных. Без отборочных? Без отборочных, да. У нас была возможность потренироваться. Мы где-то три дня полетали, потренировались. Сбили пару пилончиков. И выступали, конечно, на самолете Су-29. Это двухместный самолет, немножко тяжелее. Это было только начало Red Bull, скажем так. Всего прошло, наверное, второй год только это было. Справились с задачей. Ну, конечно, в шестерку мы не попали. Где-то там седьмое, восьмое. Но в шестерку лидеров не попали. Что хочу сказать. На самых тренировках это действительно очень, скажем так, сложный полет. Почему? Потому что высота маленькая, это 10 метров. Прохождение этих ворот. Кажется, что есть 12-13 ворот, которых ты должен пройти. Они расставлены в очередности. Некоторые ворота надо пройти два-три раза. В зависимости, какая последовательность. И ты должен эту картинку запомнить. Ты должен знать, как ты должен их пройти. Казалось бы, легко. Мне не казалось. Я смотрел на это, но мне не казалось. Для меня казалось, что это легко. И вот, когда начинаешь... Ну, вот подготовка еще от тех людей, которые потом будут поражать воображение. Я прошу прощения. Просто поговорить о том, как пилоты готовятся. Была подготовка показана, кстати. Обычно ставятся банки. Red Bull. Red Bull. На землю, имитируя трассу. И пилот ходит несколько раз. Запоминает. Запоминает. Да. И составляет план прохождения. Потому что надо лететь даже не в самолете, а перед самолетом. Впереди самолета быть. Если следовать... Ну, повторять трассу за пилонами, то иногда трасса бывает такой, что просто уже будет не вписаться. То есть надо быть впереди. Это очень похожая история с автомобильными тестами. С теми же, да, когда ты проходишь вот эту серию с лавами между пилонами, ты должен понимать, куда ты едешь. Не прямо сейчас, а куда ты поедешь в следующий момент. Чтобы заранее подготовить машину к этому маневру, чтобы заранее туда направить ее в этот створ. Какие-то шпаргалки не используют пилоты в кабине самолета? Обязательно. И что там? Вся эта история разложена. И они именно так называются шпаргалки? Шпаргалки. Ну, это такое универсальное название, по-моему. Наверное, лишнее было бы придумывать. Я прошу прощения. Мы немножко прервались на то, как готовятся пилоты. Вернемся к тому, как проходил первый этап, когда вы не попали в шестерку. Ну, потренировались мы. И после того, когда начала проходить эта трасса, ошибка у меня была, действительно, где-то я остановился. Самолет вперед пошел. И я проскакиваю вместо одних ворот, прохожу в вторые вороты. Но в то время еще правила немножко были другие. Ты можешь сделать ворота и пройти опять эти же ворота и закончить свою трассу. Он не снимался за то, что он перепутал очередность. Сейчас, да, если очередность перепутал, я так понимаю, что сейчас уже это дисквалификация. Но сделали облегчение пилоту, то, что пилот летает два круга по одной и той же трассе. Вот это проще намного. Потому что когда... Не одна трасса на две минуты, а как бы две маленькие, получается, по одной минуте. Ну, и тогда вот длинные такие летали. Там еще были, значит, искусственный мост. Те же пилоны, натянутые вот таким полукругом, ты должен был выполнить какую-то фигуру пилотажа. Выйти с нее и пролететь под этим мостом, сделать петлю и там какие-то еще дальше. Ну, за счет чего мы выигрывали, то есть вот время мы набирали, потому что там были такие фигуры пилотажа, там несколько было, допустим, вращение на вертикале, там еще какие-то, то есть 3, 4 или 5 фигур. На самолетах СУ удавалось быстрее это делать. Ну, вот по поводу самолета, почему в этих гонках не рассматриваются самолеты СУ? Вот почему там только вот то, что сказали? Или все-таки самолеты рассматриваются, но просто по конкурентным качествам они не проходят туда? Знаете, самолет СУ, самолеты СУ, пилотажные самолеты, это лучшие самолеты в мире. Лучше этих самолетов для высшего пилотажа нет. Это очень профессионально сделанные машины. Ну, вот вашим словам верю, без сомнения. Как любой профессиональный инструмент, он не может быть предназначен для всего. Соответственно, если высший пилотаж, то, соответственно, для гонок потери в скорости. И если, вот я думаю, что не побоюсь за Виктора ответить, у нас спросить, если высший пилотаж, что вы будете выбирать, естественно, это будет самолет СУ. Но когда речь идет о скорости, они проигрывают скорости, правильно я понимаю вас? Да, они летают помедленнее, потому что пилотаже не нужна такая скорость. Те, кто имеет большую скорость, они вылетают за пределы квадрата пилотажного. И получают это штрафы. Ну, понятно. Те, кто летает быстро... Ну, как бы свои условия для этих условий подготовлены. Здесь абсолютно согласен. Профессиональный инструмент не может быть универсальным. Либо для того, либо для того. А вообще возможности подготовки самолета под индивидуальные условия гонок, они ограничены, или там можно делать с ним практически все, что угодно? Ну, они не очень большие, на самом деле. Вы имеете в виду под трассу, да? То есть есть конкретная трасса... Под трассу и вообще просто под Red Bull Air Race, под этот вид гонок. Как я понимаю, аналогов этому виду соревнований нет. Ну, в общем-то, да. Знаете, я могу сказать, что пока еще плохо, я так понимаю, изучено, на самом деле, что нужно для трассы. Трасса бывает разная. Бывают прямые, бывают очень кривые. Так, в кавычках. Ну, я понимаю, да. Когда выполняет самолет маневры, то получается так, что он всегда находится на больших лохотаке. Присходит торможение. Встает вопрос, какой винт поставить. Я был свидетелем в течение этой гонки примерно, может быть, 10-15 смен винта в процессе соревнований. И пилоты я не видел, чтобы добивались каких-то результатов. То есть они меняют два разных типа винта. Один слетали, с другим слетали. Примерно одно и то же. А как правило, они возвращались к первому винту. К стандартному. Ну, он не стандартный, да. Но это винты Харцель. Ну, а что вот это изменение винтов, что оно дает в итоге? Это тяга. Больше, меньше тяги. Да. Это, грубо говоря, то, что приводит в движение самолет. Ну, понятно. Это как колесо на автомобиле. Ну, скажем, допустим, для больших скоростей, если трасса прямая, да, необходим винт, который имеет меньше торможения. Вот, скажем так, да. В котором максимальная тяга на большой скорости. На большой скорости. И в то же время, если, допустим, трасса очень кривая, как Сергей говорит, да, много всяких виражей, здесь, наоборот, необходимый винт, большая тяга на малых скоростях. Ну, понятно. То есть, это практически такая еще неисследованная область инженерного дела, да, что надо понимать еще чуть больше про эти гонки, чтобы понимать, что можно сделать с самолетами, чтобы получать что-то. Так, телеметрическая информация, к сожалению, пока, может быть, потом... Это организаторы, как бы, не дают? Или просто пока не проводится телеметрия? Нет, телеметрия проводится, но, как бы, я не получал пока ее. Телеметрию, допустим, загонку посмотреть, как меняется скорость на вираже и прочее. Хотелось бы этот вопрос проанализировать, но пока такой возможности не было. Я причин не знаю. Ну, понятно. Это, видимо, вопрос уже... Это сложный вопрос, да. Это надо массу датчиков ставить, надо смотреть, на какой перегрузке делается, на какой скорости, на сколько потери... По времени. По времени. Это надо целая испытательная база, которая должна этим делом заниматься серьезно. Ну, вот, вы оба, да, люди, которым есть что сравнивать, есть с чем сравнивать. Вот, на ваш взгляд, Red Bull Air Race, это, ну, как я смотрю, да, но я дилетант. Я не понимаю, как бы, сложности других гонок. То, что я вижу, это поражает воображение. Это такое, действительно, достаточно суровое испытание. Это вот, на мой взгляд, это самое сложное, что может быть в области авиационных соревнований. Или нет. Я так не сказал бы. У Red Bull Air Race, вот, есть, конечно, особенности. И вот они связаны с тем, что полет проходит низко, с большими перегрузками. Ну, вот, повторяю, я уже говорил. Высший пилотаж, техническая дисциплина очень сложная. И я могу сказать, что... Ну, это меньше риска, но больше сложности. Вот, в высшем пилотаже. Или как вы это сказали? Я бы не сказал, что меньше риска, но просто история высшего пилотажа, она намного длиннее. И, как в Формуле-1, очень много правильных ограничений, которые делают его вот безопасным. Red Bull Air Race развивающийся вид спорта. И вот для меня лично самая большая сложность состоит в том, что это все-таки полет низко. К этому не привыкнуть. Потому что вы знаете, что если вы не вовремя чихнули, то можно зацепиться просто-напросто. Ну, понятно. То есть, это просто цена ошибки выше. Да, цена ошибки выше. В сложности, допустим, завоевать, достичь высокого результата спортивного, я не могу сказать, что высший пилотаж проще. Я бы даже сказал, что он технически сложнее. Абсолютно. Требуется гораздо больше времени для того, чтобы освоиться, привыкнуть, начать его понимать. И за это время не свернуть себе голову. Ну, я имею в виду свернуть голову не в плане летальном, а в том, что... Не надорваться просто. Там еще есть отрицательные перегрузки, которые, мы говорили о положительных пока, как они влияют, а еще отрицательные, которые могут потом повлиять на память. Ну, на много вещей, на самом деле. Я понял, о чем вы. Серьезное такое испытание для пилота. А как вот то, что те пилоты, которые сейчас выступают в Red Bull Air Race, откуда они все пришли? Это все бывшие пилотажники? Совершенно верно. Бывшие или настоящие? Почему вот они переметнулись? Ну, или как бы вы в том числе, да? Почему вы перешли из высшего пилотажа сюда? Почему они переходят? Это более зрелищно, более интересно, что-то новое просто попробовать? Я бы так не стал, вопрос перешел, потому что... А, то есть это продолжается участие и в том виде? Я не могу сейчас продолжать участие, потому что не хватает времени. Но я эту тему не закрыл. Я думаю, что и другие пилоты, то есть если бы было бы у них побольше времени, они бы, конечно, с радостью выступали на чемпионатах мира, Европы, по классическому пилотажу. И, скажем, позапрошлом году так было. То есть совпало, значит, гонки Red Bull, и буквально там как раз проходил чемпионат мира в Испании. И вот практически все участвовали в чемпионате мира. Потом был перерыв два дня, они съездили, отлетали на Red Bull и опять вернулись продолжить эти соревнования. Сейчас, я не знаю, может, сейчас просто больше этих гонок, и поэтому меньше времени хватает для подготовки по классике. Ну, а подготовка для гонок Red Bull и для классического высшего пилотажа, она сильно отличается? Ну, отличается, да. Я думаю, что, учитывая, скажем, то, что лидеры гонки, это Пол Боном и Мэнгл, они практически не имеют возможности готовиться дома, то есть в перерыв между рейсами. То есть это все происходит на тренировочной сессии, на соревнованиях, и они неплохо при этом выступают, то тренировка, конечно, она нужна, но она не в такой степени нужна, как на высшем пилотаже. Если вы на высшем пилотаже не полетаете месяц, вы ничего не покажете вообще. Будь самый высокий уровень специалист, будут видны ошибки. Требуется постоянная влетанность, требуется, чтобы человек не сильно отпускал ручку не на большое время. Понятно. Ну, вот вопрос еще в другом. Вот те лидеры, которых вы назвали, это люди, которые не первый год выступают в Red Bull Air Race. И можем ли мы говорить о том, что здесь имеет значение не только мастерство пилота, но и его влет в эту трассу или вкатанность в эту трассу, что опыт участия в таких гонках, он сам по себе дает преимущество над более молодыми пилотами, ну, молодыми участниками, в плане того, что люди меньше времени принимали участие и меньше гонок. Я вот в самом начале не ответил на ваш вопрос по поводу возраста. И вот как раз сейчас хороший, удобный момент. Если мы будем рассматривать, ну, предложите вид спорта какой-нибудь. Ну, ближе автомобильный, конечно. Просто есть и в автомобильных. Давайте автомобильный. Есть вот Формула-1, это молодой спорт. Есть соревнования в классе GT, где пилоты зрелые, достаточно зрелые люди. И там уже имеет значение даже, ну, опять же, не только мастерство, но и вкатанность в трассу. Это мы говорим про абсолютный возраст. То есть, сколько человеку лет. А давайте поговорим, сколько лет он этим занимается. Пилот Формулы-1, наверное, любой, начинает с детских лет. Раньше, чем в школу, по большому счету, идет туда. Сколько лет, получается, период занятий до зрелого возраста? У всех по-разному. Ну, вот в том возрасте, в котором они сейчас выступают, ну, больше 10 лет. Ну, больше точно. Потому что я не помню, что кто-то был там моложе 20 лет. А если он с 6 лет начинает заниматься, то, извините, это уже больше. Ну, да, это уже больше. Это уже 14 лет. Летчик начинает летать с 18 лет. То есть, он может вылететь самостоятельно в 18 лет. И от этого периода надо отчитывать... Понятно, здесь немножко ценз другой. Здесь старт позже. Да, и если уж совсем правильно говорить, то это как получение прав. То есть, вылетевший человек самостоятельно, это еще не спортсмен. Он спортом начинает заниматься через 2-3 года, когда позволяет уровень техники пилотирования этим заниматься. Поэтому еще прибавляется, скажем. Поэтому полезный период времени, он примерно одинаковый. То есть, я думаю, что, наверное, у человека так написано, что чего-то достичь на высоком профессиональном уровне, на примерно одинаковое время. Примерно лет 20, наверное. И потом, в течение 10 лет, наверное, этим уровнем можно удерживать. Пользоваться результатами, если так говорить. Как получать этот уровень? В Советском Союзе был такой замечательный ДСАФ, который учил всех, кто хочет, всему и пилотировать, и водить машины. Но Советского Союза больше нет, и ДСАФ в прежнем виде тоже не существует. Чтобы стать пилотом, чтобы мальчишке, который болеет небом, чтобы попасть в число людей, пилотов, высшего пилотажа, ну и дальше развиваться. Это сейчас реально или это требует больших затрат со стороны его родителей? Требует затрат. Ну, эти затраты сопоставимы. Нужно иметь несколько нефтяных вышек или это просто... Может быть, одной хватит. Одной хватит. Достаточно дорогое занятие. Сейчас никто этого не оплачивает. И нет такой ситуации, когда какая-то компания или команда готовит юных гонщиков, юных пилотов, видит таланты и дальше берет их на свое содержание. Такой практики пока нет. Пока, слава богу, до сегодняшнего момента сборная России летает, и люди за это дело не платят. То есть, кто-то спонсирует, кто-то финансирует эти все истории? Да, это идет с очень большим напряжением тренера. То есть, он еще спонсоров. Но это даже не тренер, получается, в чистом виде. Кабы Сухов очень сильно помогает команде, но все равно не лучшие времена, сейчас скажем. Вот в самом начале нашей программы я сказал, что очень мало дисциплин, к сожалению, где мы можем рассчитывать на высокий результат, где мы можем чем-то гордиться. Гонки, автомобильный спорт, одна из причин, по которым такого нет, что да, можно сказать, что у нас деньги выделяются на команды. Это менеджеры, тренеры находят деньги, находят спонсоров, и эта команда продолжает ездить. Но вопрос в другом. Пилоты этой команды, это пилоты. Мы все взрослеем, мы все уходим из активного возраста. Должно быть какое-то обновление, должны быть какие-то молодые кадры, и откуда они будут браться. Если не будет этого притока, вряд ли можно говорить о каких-то серьезных результатах. Можно воспитать команду суперпилотов, фантастических, но когда они перейдут за вот этот десятилетний рубеж, который вы определили, да? Я бы, честно говоря, так сказал бы, что результат – это второе, за что надо бояться. А просто уйдет эта культура высшего пилотажа, которую, в принципе, сейчас несет сборная России. Эта культура просто исчезнет, и все. И ее поднять с нуля будет невозможно. Ну, в принципе, да. Это вещь, которая не за два, не за десять, и даже не за двадцать лет появилась. Это традиции, которые вот им лет тридцать, и эти традиции там и кровью пропитаны, и потом. Ну, я не думаю, что этот вопрос волнует вас меньше, чем меня. Вот вы как-то видите выход из этой ситуации? Как молодых пилотов можно воспитывать? Откуда они будут браться, откуда они будут попадать в мир авиационного спорта? Без государственной поддержки ничего не получится. Сурово. Но у нас скоро президентские выборы. Может быть, кто-то подумает на эту тему, что государственная поддержка нужна не только в каких-то социальных программах. Вы знаете, во Франции была такая ситуация, что очень много молодых людей стали принимать наркотики. И там была программа сделана, что отвлечь в экстремальные виды спорта, в том числе высший пилотаж. И часть, скажем, денег, сборная Франции получает часть денег от государства. На покупку самолетов, не на стипендии, на которых они живут, а на поддержание этого спорта. На мой взгляд, это очень логично. Государство не только декларирует свое негативное отношение к чему-то, но и показывает активную часть. Да, мы против того, чтобы наша молодежь употребляла наркотики, и мы предлагаем им альтернативу. То, что у нас сейчас происходит, это не употребляйте наркотики, это плохо. Точка. Все. Это плохо. Скажите им нет. А что дальше делать? Чему сказать «да», где найти применение тому, что есть, куда развиваться? Ну, давайте мы с этой грустной нотой перейдем все-таки куда-то к более приятным вещам, потому что изначально мы как раз хотели говорить о приятном. И поговорим о том, что у вас достаточно недавно произошел не переход, скажем так, когда вы не отказываетесь от высшего пилотажа, но вы недавно стали получать опыт пилота Red Bull Air Race. Чем отличается исполнение тех же фигур? Это разные фигуры высшего пилотажа, которые в классическом и в этих гонках. Вы знаете, у меня есть такой уже созревший вполне пример, я часто это говорю журналистам. Это все равно, что сравнивать фигурное катание с бегом на коньках. И там, и там коньки, и там, и там лед. Но философия и подход, естественно, и зрительские аудитории, они абсолютно разные. Правильно? Просто другие принципы. Если мы говорим о высшем пилотаже, то это имеется в виду, что все-таки на красоту исключительно. Здесь речь идет о скорости. Здесь речь идет о скорости, поэтому здесь другие немножко приоритеты, другие принципы. Ну, а где проще, соответственно, выполнять это все? В высшем пилотаже? Если мы говорим о качестве фигур, то, естественно, в высшем пилотаже. Потому что качество фигур, их там мало, во-первых, этих фигур в гонке. В принципе, я могу сказать, что только три четверти петли осталось. И все, больше ничего нет. Вертикали еще, по-моему. Вертикали нет, все исключили. Только три четверти петли, как замыкающая фигура, где-то, скажем, для разворота. И на качество никто внимания не обращает. Можно делать ее красиво. Это вы имеете в виду Red Bull Air Race. И он должен делать быстро. Вот и вся задача. Ну, в какой-то степени можно сказать, что качество выполнения, оно в итоге влияет на скорость. Чем качественнее ты исполняешь какую-то фигуру, тем... Смотря какие критерии качества. От этого зависит. Потому что высшем пилотаже надо сделать круглый. То есть, если эта фигура круглая, она имеет круглую часть, она должна быть круглой. В Red Bull Air Race этого не надо. И она должна сделать быстро. И она круглой не получается. Ну, есть определенная вещь. Да, вот в телевидении тоже сталкиваешься с этим периодически. Когда начинаешь снимать тесты автомобилей, этот тест можно сделать красивым, а можно сделать быстрым. Это не всегда одно и то же. Потому что делая тест на скорость, ты теряешь немножко в зрелищности. Делая на зрелищность, понятно, что это уже не спортивная дисциплина. И здесь уже имеет значение, как происходит весь этот процесс. Это уже не борьба за время, не борьба за абсолютную скорость. Но, тем не менее, и то, и другое. Это работа, требующая напряжения, требующие мастерства. И в каком случае проще? Делать что-то технически правильно на скорость или технически правильно на зрелищность? Я бы не стал вообще противопоставлять эти две вещи, потому что они очень сильно разные. И мы здесь не сможем найти общего знаменателя. Просто для качественного сравнения. То есть это несопоставимые вещи. И не надо говорить, что здесь сложнее, что легче. Это достаточно тяжело. И то, и другое. И то, и другое. По поводу Red Bull Air Race. Абсолютно специфические условия. А есть ли какие-то требования со стороны организаторов или регламент, который запрещает использовать определенные фигуры пилотажа в условиях гонок Red Bull Air Race? Ну, нельзя летать в перевернутом полете. То есть за это будет наказана дисквалификация как за опасный полет. Ну, это из-за опасности, да? Да. В принципе, выбор фигур, фигура с точки зрения высшего пилотажа одна осталась. Я говорю, это три четверти петли. Все остальное – это развороты. Они к высшему пилотажу имеют малое отношение. Будет это разворот на 20 градусов или на 360, это все равно разворот. Это вираж. Ну, ясно. Здесь по поводу сложности понятно, что сложно сравнивать вещи между собой, каждый из которых достойно отдельных слов. В высшем пилотаже в различном сочетании, если каталог взять, фигуру пилотажа, то несколько тысяч, наверное, фигур можно набрать. Более четырех тысяч. Более четырех тысяч. Более четырех тысяч здесь, по сути, только одна. Но зато совершенно другие условия. Там компенсируются другими вещами. Давайте еще поговорим пару слов по поводу регламента. Мы говорили про неточности, про то, что сейчас штрафуется, грубо говоря, снимается спортсмен соревнований, если он перепутал очередность ворот. Какие еще вещи пенализируются? Что еще наказывается? Над воротами, если пролететь, то штраф. Не в створ ворот, а чуть выше. Чуть выше, да. А как это определяется? Визуально. Если какая-то деталь самолета выступает за... Ну, фюзеляж должен находиться, хотя бы часть фюзеляжа находиться ниже створа. В суде Стеретбулла там три человека, которые наблюдают за прохождением этих ворот. Если они, скажем, очень далеко растянуты, значит, судьи находятся в разных местах. И они определяют. Значит, если вы обратили внимание, на пилонах есть вот синяя полоса, красная полоса и квадратиками такая. Вот, квадратиком это старт, начало и прохождение ворот. И если, значит, нарисовано синее, ты должен пройти в прямом полете эти вороты в горизонт. Без кренов. Без всяких кренов. Если ты допустил крен более 10 градусов, штрафные очки 3 секунды. Без набора и без снижения еще, кстати, да. Следующий момент. Если красные ворота, ты должен пройти обязательно на ноже. Отклонение... Услышал термин, теперь знаешь, что это означает. Отклонение от ножа 20 градусов, это те же самые 3 секунды. 3 секунды. Если ты ниже проходишь, чем синяя... Причем на предписанном ноже. То есть, если сказано правый нож. То нужно правым править. Правишь на левом, 3 секунды все равно. Если ты проходишь ниже синей черты, значит, здесь вот по решению судей дисквалификация. Дисквалификация. Это, получается, я так думаю, где-то ниже 7 метров, да? Проход. Нет, там еще есть... Она как бы не цветная метка, но на пилоне видна полоса. Она находится на высоте где-то около 5 метров. Она другого цвета. Она тоже белая, но она выделяется. Выделяется. Да. Ее с ней нельзя сталкиваться. Она там очень из крепкого материала сделана. Выше пилон проходишь 3 секунды, сбил пилон 10 секунд, не попал в ворота, дисквалификация. Ну, вот такие простые. Ну, понятно, основные критерии, которые нацеплятся. Вот, Сергей, вы первый раз принимали участие в прошлом году, да? Насколько сложно? В этом году. Ну, в этом, да. Я уже прошлое как-то живу, 2007 годом. А в этом году, в 2007, насколько это сложно соблюдать все эти правила? Много ли очков штрафных? Привезли по итогам, по финалу. Да, у меня были штрафы. Начиная с первого и заканчивая предпоследним. Я даже поставил рекорд, сбил два пилона подряд. Но до сих пор для меня загадка, почему так получилось. Но, тем не менее, это произошло. Ну, в следующем году можно разгадать, наконец. Естественно, да, штрафы были. И без штрафов вообще у нас, по-моему, никто не отлетал. Ну, то есть, это нормальная, естественная ситуация. Это нормальная, естественная ситуация. Просто получается так, что, поскольку гонка идет на скорость, и все это достаточно компактно расположено. Правильно ли я понимаю, что в любой момент полета самолет должен находиться именно в какой-то определенной точке. Тут нет такой ситуации, что когда ты не проходишь ворота, ты расслаблен, ты можешь отдохнуть. Если ты не проходишь ворота, значит, ты летишь к другим воротам. Это тоже оптимальная траектория. Времени покурить не нужно. Это оптимальное криво состояние. Получается, что это, в принципе, в любой момент времени самолет должен находиться именно там, где вот на некой оптимальной траектории. Чтобы не потерять время, чтобы правильно зайти на определенный створ, чтобы иметь возможность там для маневров внутри. Вы знаете, Артем, пилот, когда только начинает, вот проходит стартовые ворота, да, это вот как пружина отжалась, да, и вот покуда он не пройдет финиш, он в таком сжатом состоянии. Две минуты? Две минуты, да. То есть это постоянно, то есть расслабиться там нет. И вот это сбивание пилонов, это не из-за того, что, скажем, пилот не увидел их или что. Это вот расчет траектории захода, да, то есть надо... Это не так просто, что ты встал в вираж, и ты думаешь, что туда попадешь. Я, на самом деле, чуть раньше сказал, что слово просто, мне здесь ни разу в голову не пришло. Когда ты выходишь с виража, здесь какие-то потоки, может сдвиг ветра какой-то быть, может понести на пилон и исправить, это очень... В последние секунды это уже... Получается нельзя исправить. Очень тяжело. Очень тяжело. В последние секунды это уже не исправить. И в последние секунды возникает самая большая опасность, что человек поведется за достижением результата и потянет еще больше, допустим. А дальше срыв. Дальше все уже срывается. Дальше летит как камень, выброшенный из прощи. Прямо и со снижением. Ну, пролетел нужно. В момент и дальше уже не вернуться. Это уже опасно. Еще одно из самых... Извини. Вне не, нормально. Из самых сложных таких полетов, что вот я для себя представляю, это полеты надводной поверхностью. И особенно, когда надводной поверхностью нету волн. Вот зябь какая-то, хотя вот когда чистое, как зеркало. Это для пилота самое сложное. А почему? В чем проблема? Водная поверхность, она скрадывает. То есть, пилот не может определить, какая высота. Да, да. Очень тяжело. Это самый вот один из видов такого полета надводной поверхности. Он никогда не слышал об этом. Вот многие покупали с пилоты, вот именно на прохождении надводным пространством, то им кажется, что еще высоты очень много, но у них уже колеса, скажем, в воде. Уже в воде. И, соответственно, это все уже. Самолет не под контролем. Да, да. И уже какая-то авария. Ну, вот было такой случай, Керби, который выступает он сейчас, вот один из лидеров Red Bull, в Китае, я помню. У него был, скажем, такой фокус, что он снижался и, значит, надводной поверхностью там пытался вот колесиками пройти. И купился он на чем? Как раз, когда не было ни волны, ничего. Он не определил эту высоту. Он зацепил и, естественно, нырнул. Ну, жив-здоров. Жив-здоров, да. Мы его видели сегодня. Вообще, травматизм в таких гонках. Присутствуют какие-то случаи? Слава Богу. Слава Богу. Ну, это очень приятно. Дальше не будем обсуждать тему. Слава Богу, чтобы так было и дальше. Ну, уже до конца программы осталось не так много времени, порядка 10 минут. Хотелось бы понять ощущение. Вы первый раз принимали в этом участие, но вы чуть раньше это делали. Да, вот ощущение после того, как вы первый раз выступили в этой дисциплине. Наверняка, как бы, предварительные ожидания, которые были, да, появилась какая-то фактура, появилось что-то другое, изменилось отношение. Что вот, если так это можно сказать, какие выводы вы из этого сделали? из первого своего участия? Если говорить о первом этапе вообще, то у меня не ставила задача лететь на время. Я сам себя ограничивал в этом плане, чтобы задача была пройти трассу. И это было достаточно сложно, на самом деле, сделать. Вот. И шаг за шагом, от гонки-гонки, как бы, я вот позволял себе там допускать какие-то вещи, позволяющие, чтобы разрыв во времени там уменьшался с лидером. Угу. Вот. Понятно. Ну, тут к нам пришел вопрос, как раз по СМС-голосованию из Москвы. Наш зритель спрашивает тоже, вот у него такой вопрос. Ходит мнение, что Red Bull-гонки, да, это для тех людей, которые по каким-то причинам для себя закрыли мир высшего пилотажа. Они подумали, что здесь, как бы, достижений добиться не удается, поэтому вот пойдем туда, пойдем в Red Bull. Ну, как раз, наверное, наоборот. Ну, мы об этом просто говорили в самом начале, да, что это не совсем та ситуация. И, грубо говоря, вот тоже такой вот пример возьмем. Да, вот те люди, которые сейчас в Red Bull-е на первых позициях, тут, ну, естественно, они были в высшем пилотаже, выступали. Они были в высшем пилотаже, они занимали хорошие места, становились чемпионами своих национальных команд, то есть своих стран, занимали какие-то неплохие места на чемпионатах мира, это Европы. Ну, это не первоклассники. Понятно, не первоклассники. Ну, а говорить о состоянии, как бы, физическом, да, что тяжелее, высший пилотаж или Red Bull Air Race, мы вроде договорились о том, что нельзя это сравнивать. Или... Не, физически, вот, я могу сказать, что в высшем пилотаже категории отлимит присутствуют отрицательные перегрузки. И эти отрицательные перегрузки, они очень сильно различают, потому что в Red Bull-е вроде только положительные, но в Red Bull-е единиц перегрузки больше, и они действуют длиннее. То есть в этом плане мне, человеку, я считал себя, как бы имеющим хорошую толерантность к таким перегрузкам, но оказалось, что нет, надо, опять же, тренироваться, потому что... Ну, понятно, просто разные... Они разные длительности. Разные немножко перегрузки, но, тем не менее, сказать, что уровень нагрузок где-то меньше, где-то больше, так сказать, будет неправильно, потому что уровень нагрузок везде достаточно высокий. Уж о чем нельзя говорить? Отдельно физическую нагрузку нельзя выдернуть из полного комплекса, понимаете? Понятно. Ну, о чем уж точно нельзя говорить? О том, что где-то можно себя почувствовать более расслабленно. В высшем пилотаже или в Red Bull Air Race? Не там, не там нельзя. Ну, вот вы первый раз приняли участие во всех этих этапах, да? Вы, говорит, летели не на время, просто, ну, влетаться там или вкататься, как это правильно сказать? На первый полный сезон, да. Да, просто понять, что это такое и понять, как... То есть на следующий сезон у вас уже есть, ну, скажем так, предварительное понимание того, что это такое, да, и какие здесь критерии, какие здесь принципы, куда нужно стремиться, к чему нужно готовиться. Ну, и, соответственно, что вы можете, как бы, что вы ждете от следующего сезона? Вы уже летите на время или пока будете продолжать? Нет, ну, я вторую половину этого года летал на время уже, то есть я стремился уменьшать этот разрыв, вот, но я начинающий, вот у меня это первый год, да, люди летают там по 3-4 года, то есть у них гораздо больше опыта. Мне с ними как... Я как будто в первом классе, а не как будто в четвертом, да? Ну, да, 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 о чем я и говорил в самом начале, Соревноваться тяжело, плюс, как бы, я уже говорил в начале, что самолет у меня просто был серийный, то есть доработать его времени не было абсолютно, вот, и отставая просто в горизонтальном полете, мы мерили скорость, и как бы сложно ожидать, что я... Ну, понятно, здесь еще вопрос техники, да? При прочих равных условиях. Здесь еще вопрос техники. В этом году вы с техникой что-то делали? Это уже не серийный самолет или по-прежнему серийный? В второй половине года, да, мы там кое-что модернизировали, но там работа еще не початая крайность. Ну, скажи, вот восьмой год, я так понимаю, что сейчас еще предстоит только. Я надеюсь, что... Как бы... Ладно, не буду говорить о планах. Тот же самолет будет, да? Тот же Эдж будет? В начале года, да. А потом в конце года, то, что вы говорили, выйдет новый Экстра? Там посмотрим. Не будем сейчас. Хорошо, не будем. Уже в следующем году можно претендовать, ну, не то, что претендовать, нет, я тоже не хочу как бы обязывать вас какими-то планами, да, но во всяком случае уже есть понимание того, как здесь выигрывается победа, как здесь получаются достижения какие-то. Это, в принципе, как бы корректное сравнение, наверное, ну, с тем же Кубком Порше, да, вот у нас тоже есть человек, который комментирует гонки, да, Олег Кисельман, который в Кубке Порше сейчас вот проходит тот же этап, что вы проходите в Red Bull Air Race, потому что там есть пилоты, которые принимают участие уже много лет. И вопрос уже даже не только именно как в профессионализме, квалификации, мастерстве пилота. Вопрос в том, насколько этому пилоту понятны, знакомы и понятны принципы как бы этой гонки, эти трассы и именно вот эта вот гонка. То есть, это тоже как бы определенный опыт, и те, кто приходят туда выступать при прочих титулах, да, там, очень титулованные люди приходят выступать. Вот этот Кубок Порше, они первые несколько лет не могут претендовать ни на что, потому что есть своя специфика, эту специфику нужно будет постигать, ну, там, годы. Если, как бы, у человека есть способность, да, он постигает ее, но не за раз, не за два, там, не за три. Ну, так в любом деле, что это будет неправильно, если вдруг со стороны взяли или какого-то человека он победил. Это что-то, проблема какая-то в спорте, я знаю. Это проблема в спорте, да, если взяли откуда-то случайного какого-то пассажира и он всех наказал. Ну, это, как бы, вопрос местечкового спорта. Здесь мы о местечковом спорте не говорим, это достаточно серьезно, да. В самом начале мы еще говорили о том, что не хватает времени у пилотов на то, чтобы принимать участие и там, и там. Вопрос времени, просто это вопрос подготовки к Red Bull Air Race занимает столько времени, что, как бы, всерьез думать ни о чем другом не получается или с чем это связано? В этом году было запланировано 12 этапов, но два были отменены. Но вместо вот этих двух вот я лично еще принимал участие в показателях выступлений в Питере дома. И, ну, можно сказать, что это было 11 этапов. А в среднем по 10 дней. Вот посчитайте. Ну, это по всему миру получается. Это 130 дней в году. Я посчитал, 130 дней в году и отсутствовал просто-напросто. О какой подготовке можно говорить? Ну, как бы, можно, конечно, предположить, что еще там 230 с небольшим остается. Но все-таки есть еще и другие проблемы. Есть еще другие заботы. Да, 230 остается. Только если я подготовлюсь в январе, допустим, да, вот так вот мы будем говорить, то эта подготовка никому не нужна. Мне нужна подготовка в том объеме, как она нужна. Прямо к этому этапу. И именно в это время. когда нужна. Понятно. Ну, и, соответственно, 130 дней в году у вас как бы не было, да, для других. Это постоянные разъезды, постоянные перелеты. Как я понимаю, этапы проходят, мы сейчас говорили, и Китай, есть Эмираты. Это по всему миру, или как-то все-таки локализация есть, где это проходит, а где нет? Ну, в этом году сначала мы начали в Эмиратах, потом в Бразилии, Рио-де-Жанейро, потом этап в Штатах, монументовали, потом был Турция, Стамбул, потом Интерлакен, Швейцария, потом, вот у меня был перелет в Россию, в Питер, потом из России перелет в Лондон, из Лондона в Будапешт, из Будапешта в Порта, из Порта в Сан-Диего, в Америку, и Сан-Диего в Австралию. Ну, сложно назвать континент, который здесь еще не задействован. Соответственно, это и физические нагрузки, и это еще и достаточно серьезный бюджет, который требуется для команды. Это же не только самому летать, это еще и возить технику, и возить еще и команду. Ну, у нас до конца эфира осталась как раз минута, так что время, ну, если так можно сказать, подвести какие-то итоги. Ну, во-первых, спасибо, что вы нашли время в своем графике. Может быть, это прозвучало немножко иронично, что остается еще 230 дней. На самом деле, я так не считаю. То же самое, что когда вы говорили о том, что это достаточно сложно, и кажется, что это просто, мне даже отсюда не кажется, что это просто, я просто понимаю, что это сложно. Для меня это как бы запредельно сложно, и это, конечно, очень эффектно все это выглядит. Поэтому спасибо, что вы пришли. Я напомню, что у нас в гостях сегодня были первый пилот российской команды Red Boy Race, это Сергей Рахманин, ну, и Виктор Чмальч, человек, голос которого вам знаком по комментариям к тем же гонкам. Спасибо, что были с нами. До свидания и до новых встреч. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok